20 июля Честер Беллингтон родился 20 марта 1976 года и вырос в городе Феникс, штат Аризона. Самого себя в детские школьные годы он описывает не иначе, как чокнутого хулигана. Будущий фронтмен Линкен Парк вырос в семье медсестры и полицейского. Когда ему было 11 лет, родители развелись, и этот факт сильно подействовал на него. Жить Честер остался с отцом. Беллингтон с ранних лет интересовался музыкой. Его любимыми группами были Депеш Мод и Стон Темпл Пилотс. А мечтой стать вокалистом в одной из этих групп. Впоследствии эта мечта осуществилась. Честер пел в Пилотс. Его первым музыкальным инструментом было пианино. Однако в юности, участвуя во множестве музыкальных коллективов, он был все-таки вокалистом. В молодости из-за своей бедности Честер мог позволить себе лишь один единственный вид транспорта – скейборд. Разбогатев, он купил дорогущий автомобиль, но вскоре продал его на аукционе eBay и подарил полученные деньги приюта для животных Take Me Home. Первым крупным проектом Честера была группа Grey Days, вокалистом которой он был с 1993 по 1997 год. За это время они даже успели записать пару альбомов, однако из-за разногласий в группе Честер был вынужден покинуть коллектив. В 1999 году группа Xero, искавшая нового вокалиста, послала Честеру демо-версию их песни и попросила спеть ее. Честер записал новое демо и проиграл его Xero по телефону, после чего был срочно приглашен в Лос-Анджелес. Идеи нового названия Xero также обязаны Беллингтону. Сначала он предлагал Линкольн Парк, потому что его дом находился недалеко от парка Линкольна. Однако из-за того, что интернет-домен был уже занят, группа сменила название на Линкольн Парк. В марте 2004 года Честер перенес тяжелейшую операцию глаз. До операции он носил очки, без которых на концертах не видел даже первые ряды. 31 декабря 2005 года Честер Беллингтон женился во второй раз. Его избранницей стала Талинда Бентли. Hybrid Perry, первый альбом группы Линкольн Парк, вышедший в 2000 году, был признан самым продаваемым дебютом десятилетия. Честер был фанатом татуировок. Их у него было 14. Вместе со своим другом он владел четырьмя тату-салонами и однажды заявил, что будет покрывать себя узорами, пока не забьет все тело. Честер был левшой, но на гитаре играл правой рукой, а дома он обожал готовить. У Рокера была своя линия одежды. И она пользовалась большим успехом у поклонников группы. Сам же артист был настоящим шопоголиком. У него в доме была отдельная комната, где аккуратно лежали сотни маек, обуви и ремней. А еще Рокер обожал кинематограф. В роли актера он снимался в фильмах «Адреналин» и седьмой части фильма «Пила». Любимым фильмом Честера был «Бойцовский клуб». Честер любил футбол и был большим болельщиком английской команды «Ипс Вичтаун». Также он часто посещал матчи американского футбола и NBA. В феврале Линкен Парк выпустили сингл «Heavy» с нового альбома «One More Light». Текст песни рассказывал о тяжелых временах, и в одном из интервью Беннингтон признал, что находится в депрессии, из которой сложно выбраться. Спустя три месяца ситуация серьезно усугубила гибель близкого друга Честера, Криса Корнова. Беннингтон тяжело переживал эту потерю. И могу представить этот мир без тебя, написал он в послании, отправленном в твиттер Корнова. Сам Честер покончил с собой в 53-й день рождения друга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok